Напишите нам в комментариях, сколько верных ответов вам удалось дать. Итак, поехали. Почему герои фильма «Бриллиантовая рука» отменили поездку на «Черные камни»? Во время показа мод Лелик зашел в гримерную в Геше и сказал, что все меняется, и рыбалка будет у белой скалы. На вопрос Геши о том, почему не на «Черных камнях», Лелик ответил, там днем слишком людно. Откуда родом Мимино? Валико Мизандари по прозвищу Мимино живет в горном селе Таркла в окрестностях небольшого городка Телави. Он летает на вертолете Ми-2, на котором возит грузы и пассажиров со всей округи. В каком из этих фильмов не снимался Александр Абдулов? Александр Гавриилович Абдулов, советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист, телеведущий. За свою жизнь сыграл более чем в 100 фильмах, и в комедийных, и в драматичных амплуа. А вот в фильме Иосифа Хейфица единственное задействован не был. Сколько лотерейных билетов купила управдом Варвара Сергеевна в фильме «Бриллиантовая рука»? Варвара Сергеевна сказала продавцу лотерейных билетов «Пожалуйста, 100 штук, только подряд». Потом она добавила, что покупает билеты не ради выигрыша. На резонный вопрос продавца о правдом ответила, газеты надо читать. Как зовут героиню Светланы Крючковой в фильме «Безымянная звезда»? В провинциальном городе любят смотреть, как проезжает безостановочный поезд-экспресс-Бухарест-Синая. Классная дама мадам Куку, которую играет Светлана Крючкова, строго-настрого запрещает своим ученицам ходить на вокзал и смотреть на поезд. За что в кинофильме «Достояние республики» убили маркиза, которого сыграл Андрей Миронов? «Достояние республики» – советский двухсерийный приключенческий художественный фильм 1971 года режиссера Владимира Бычкова. Детективный сюжет разворачивается во времена гражданской войны. В конце кинофильма, когда бандиты собираются казнить маркиза и Макара, они предлагают кому-то одному из пленников расстрелять несколько статуй из коллекции, и тогда они заслужат пощаду. Маркиз соглашается. Получив в руки наган, он исполняет свой последний, смертельный номер, стреляет не в статую, а в атамана. Бандиты тут же расстреливают маркиза. Как называлось произведение, которое легло в основу фильма «Большая перемена»? «Большая перемена» – советский четырехсерийный художественный телевизионный фильм, снятый в 1972-1973 годах режиссером Алексеем Кореневым по мотивам повести Георгия Садовникова «Иду к людям», в последние годы издается под названием «Большая перемена». Премьера фильма на телевидении состоялась 29 апреля 1973 года. В каком из перечисленных фильмов никогда не снималась актриса Ирина Алферова? Ирина Алферова – талантливая актриса, любимая миллионами российских телезрителей. Констанция Бонасье – первая жена Александра Абдулова и просто красивая женщина Советского Союза. Из перечисленных фильмов Алферова не снималась только в кинокартине «Собака на сене». В каком году в советский прокат вышла итальянская кинокомедия «Укращение Строптивого»? «Укращение Строптивого» – итальянская кинокомедия 1980 года под режиссерством творческого дуэта Кастеллана и Пиппола. Главные роли в фильме исполнили Адриана Челентано и Арнелла Мути. В 1983 году с большим успехом состоялась премьера фильма в кинотеатрах СССР. Фильм посмотрели 56 миллионов человек. Какое имя было у Штирлица из 17 мгновений весны? Макс Ото фон Штирлиц, он же Максим Максимович Исаев, настоящее имя Всеволод Владимирович Владимиров, литературный персонаж, герой многих произведений советского писателя Юлиана Семенова. Всесоюзную славу образу Штирлица принес многосерийный телефильм Татьяны Лиозновой «17 мгновений весны» по одноименному роману, где Штирлица сыграл Вячеслав Тихонов. На какой станции вышел Платон из фильма «Вокзал для двоих», чтобы пообедать в привокзальном ресторане? Вокзал для двоих. Советский мелодраматический кинофильм режиссера Эльдара Рязанова, вышедший в 1982 году. Главные роли исполнили Олег Басилашвили и Людмила Гурченко. Платон едет на поезде Москва-Душанбе в город Грибоедов. На промежуточной станции Заступинск он заходит пообедать в привокзальный ресторан. В этом ресторане и начинается история, которая меняет всю жизнь героев. Кем официально работала Таня Зайцева, главная героиня фильма «Интердевочка»? Фильм Петра Тодоровского «Интердевочка». Один из самых популярных фильмов времен перестройки и лидер советского проката 1989 года. В Ленинграде молодая медсестра Тани Зайцева в свободное от работы время занимается валютной проституцией, за взятки проникает в интуристские гостиницы и оказывает интимные услуги состоятельным иностранцам за валюту. Как и многие советские люди, у которых из-за начавшейся перестройки резко поменялись идеалы. Тани не считает свое занятие непристойным, но свою мать – скромную учительницу. Она держит в неведении. В каком из перечисленных советских фильмов не снимался Николай Рыбников? Николай Николаевич Рыбников – один из самых ярких советских актеров периода «Отепели». Его герои – добродушные и ироничные соседские парни, образ хорошо знакомый каждому советскому зрителю. Песни из кинофильмов с Рыбниковым напевала вся страна, а в кассы кинотеатров выстраивались многочасовые очереди. Из перечисленных фильмов Николай Николаевич не снимался только в кинокартине «Простая история». В каком из этих фильмов СССР показаны неуставные отношения, а именно дедовщина в армии? «Сто дней до приказа» – фильм режиссера Хусейна Эркенова, в основу которого легла одноименная повесть Юрия Полякова, опубликованная в 1987 году. Это произведение, одно из первых в отечественной литературе, было посвящено острым социальным проблемам в советской армии, а именно неуставным отношениям, до того времени находившимся под негласным табу. Фильм не имеет выраженной сюжетной линии и состоит из ряда эпизодов, каждый из которых заканчивается гибелью одного из военнослужащих. Эта гибель показана аллегорически, но так или иначе, раскрыта дедовщина в советской армии. Какой советский фильм был снят по пьесе Сергея Михалкова «Дикари»? 3 плюс 2 – советский комедийный фильм 1963 года режиссера Генриха Аганисяна. Совместное производство киностудии имени Горького и Рижской киностудии. В основу сценария кинофильма легла пьеса Сергея Михалкова «Дикари». Для какого фильма Высоцкий написал песню «Конепривередливая»? «Конепривередливая» песня Владимира Высоцкого написанная в начале 1972 года. Песня, предназначавшаяся автором для кинофильма «Земля Санникова», в ленту не вошла, так как не состоялось участие в ней Высоцкого в роли Гусара Крестовского. В дальнейшем, однако, «Конепривередливая» стали одной из самых известных песен Высоцкого, неоднократно выходили на грампластинках как при его жизни, так и в первое десятилетие после смерти. Песня входит в число самых переводимых произведений автора, около 150 переводов на более чем 30 языков. Как зовут актера, который сыграл роль Бубы Касторского в фильме «Неуловимые мстители»? Буба Касторский – один из самых ярких персонажей первых двух фильмов про «Неуловимых мстителей». Но если в первом фильме его не так много, две-три сцены, то новые приключения «Неуловимых» – это почти бенефис Бориса Сичкина, которого, в основном, очень многие-то и знают, как Бубу из «Неуловимых». По роману какого писателя снят советский фильм «Они сражались за родину»? «Они сражались за родину» – советский фильм Сергея Бондарчука по одноименному роману Михаила Шолохова. Лучший фильм по опросу журнала «Советский экран» в 1976 году. Съемки фильма проходили с по октябрь 1974 года в Волгоградской области. В фильме снялись такие знаменитые актеры, как Василий Шукшин, Вячеслав Тихонов, Сергей Бондарчук, Георгий Бурков, Юрий Никулин, Иннокентий Смоктуновский и другие. Главный герой детского фильма Старик Хатавыч – пионер Волька Костыльков. А какое у него было полное имя? Старик Хатавыч – советский художественный полнометражный цветной фильм «Сказка», поставленный на киностудии Ленфильм в 1956 году режиссером Геннадием Казанским по мотивам одноименной повести Лазаря Лагина. Главного героя сказки зовут Волька, это уменьшительная от Владимир. А теперь традиционный бонусный вопрос без ответа. В каком знаменитом советском кинофильме прозвучала песня в данном коротком ролике? Туман, туман, слепая пелена, и всего в двух шагах за туманами война, и гремят бои без нас, но за нами нет вины. Туман, туман, на прошлом, на былом, далеко, далеко, далеко за туманом. Туман, туман и наш дом, а в землянке фронтовой нам про детство снятся сны. Видно все мы рано повзрослели. Воздушные рабочие войны Туман, туман, окута землю вновь Далеко, далеко, за туманами любовь Напишите в комментариях ваш вариант ответа В каком кинофильме прозвучала эта песня Надеемся, что вам понравилось Мы порадуем вас еще массой увлекательных тестов на различную тематику Подпишитесь на наш канал и вас каждый день здесь будет ждать новый занимательный тест